Ну что, девчонки красотыли, всем привет! И сегодня у нас с вами мухбанг. Значит, картошечка мундерка, дальше тушенка, да, домашняя, завтра клава, моя крестная пасиба, тебе огромный-огромный приветик от меня, и морковча, ну и цибулька, куда ж бы с ней, ты что? Так и не питайте меня, для чего я ем, для иммунитета, для здоровья, понимаете, фишка моя такая, да? В общем, как у вас дела, мои красавицы, мои бабочки, чем вы занимаетесь? У нас, детки, уже сегодня последние дни каникул, завтра идут в школу, да, получается, осенние каникулы. Идут в школу, зарубилась на чрезвычайные уроки, записанный расклад, планирую сегодня что-то встретить, но это планирую. Там муж собі с темой заказал, ну, собі, нам, машинку для стрижки, новая, хорошая, все. Не, что я ней никогда еще не стригла, да, так в руках подержала, там функции подавилась, и все. Так что-то, ты справишь. Похолодало, капец. Прямо конкретно похолодало. Даже в шлягином тепла немає. Дерева почти луси, чуть-чуть листочками ставились на вишні. На одной, на второй горіха у меня нема, и на яблонейше я. Еще день пропаду до жду, и можно гребти. Сегодня я хочу поделиться с вами одной историей. По поводу цієї истории даже сняли художественный фильм. Художественный, еще документальный. Присмотрите за мной, это, по-моему, называется. Перед тем, как начать рассказать вам эту историю, я хочу сделать такой маленький контекст, да, что врачи не всегда прави, ребята. И далеко могут завести вас в заблуждение. И не только вас, но и вашу всю семью. И подверти вашу семью таким страданиям и адским муком, что вы даже себе не представляете. Вы имеете полные права на свою дитину, на то, чтобы ее забрати, защитить, уберегать. И вы должны всячески забыть о ней. Прежде всего, это безопасность вашей дитини. Потому что вы знаете свою дитину, кроме вас, и лучше никто не знает. Хай бы, что вам не говорили, хай бы, что вам не рассказывали. Я вас просю от чистого сердца. Просто забудьтесь про своих детей. И никогда не бойтесь постоять в каких-то там суперучреждениях за право своей дитини или за свое право. Вы – вольная людина. Вы живете в вольной, независимой стране. То есть, пожалуйста, уберегите себя и уберегите свою семью. Просто я вот посмотрела сейчас эту историю. Честно, в конце я плакала. Потому что это просто ситуация, которая поразила меня до глубины души. Эта ситуация происходила за границей, не в нас, в Украине. Слава Богу. В общем, одна молодая семейная пара долгое время не могла мать детей. Женка, значит, была медсестрою, а мужчина была пожарником. Но все-таки Бог им дав дитинку. И через время короткое появилось, у них еще одна дитинка. Первая родилась девочка Майя. А потом второй мальчик. Вроде все было хорошо, счастлива семья, но в один прекрасный момент девочка заболела. Болезнь была непонятна. Симптомы каждый день появлялись какие-то новые. То есть приступы сначала, то потом кашель, головные боли, желудочные боли. Начали судомы ножки их крутить. В общем, ничего не было понятно. И родители начали шукать, ездить по врачам, чтобы им кто-то смех объяснить, что происходит с их дитинами. Так как мать была медсестра, вона каждый разговор телефонный, каждый прием другому врачам на все записывала, в ней на все было подтверждение. Ну, через каких-то там знакомых они нашли врача. Он им помог. Но его лечение было нестандартным. Он их деток, там какое-то расстройство они выявили у этой девочки. И это расстройство они лечили с помощью препарата Кетанов. Кто знает, кто знает, что этот препарат мает не очень хорошие вещества, но помогает безболезненно для дитины в скором времени да и ее вылечить. Ну, значит, проходит два года, девочке становится лучше все и становится лучше все и вроде бы у них уже жизнь устаканилась, но это была стадия ремиссии. То есть, это такая стадия, когда перед тем, как мали больному сделать еще хуже, ему сначала делается вроде бы лучше на какое-то короткое время, да? Ну, значит, эта семья мала празднувать какие-то праздники, и эти девочки делаются опять плохо. Мама в это время отъехала в больницу на выклик, да? Моя сестра отъехала на выклик, папа в панике позвонил, сказал своей жене, что он дочку везет в госпиталь, специальный для деток. У нас таких учреждений, ну, у нас есть такие учреждения, но там прям, короче, когда он приехал, он объяснил врачам, так как ему объяснила жена, что надо вколоти дитину, чтобы ей стало легче, чтобы пропали хотя бы эти боли, В каких дитина просто крутилась. На что врачи начали наискось дивиться на этого батька, он позвонил жене, она сказала врачам, что надо сделать, но они отказались давать такую дозу в хитаново. Когда жена приезжает, они хотели забрати дитину додому, но врачи им не разрешили, так как сказали, что если они сейчас дитину заберут, им будет грозить за этот срок. Хотя тут они первые уже вели в заблуждение, никто им ничего не сделал, они просто должны были настоять на виписке, но видно, не были опынены в самом деле. В общем, ребята, трошки укорячу и скажу вам это девочка была в больнице в заключении 92 дня. Честно, объясню, почему. Потому что запрещали посещать ее родителей. Там взялись органи опеки. Мама начала обследовать как бы у нее синдром Мюнхгаузена, то есть она вимышляла, что ей дитина больна и ее лечить. Хотя дитина, даже отделена от мамы, чувствовала себя очень плохо, у нее также были боли. И, в общем, это было просто ужасно, ребята, это было просто ужасно. Запрятили вчителям, запрятили родственникам посещать дитину. Никуда ее не выводили. Здание вообще не выводили. С паланти как бы выводили, но здания нет. В процессе этого, пока дитина там лежала, батьки наняли двух адвокатов, чтобы помогли им забрати дитину додому. но они ничего не могли сделать, так как суд был на стороне больницы. Ребята, больница, в свою очередь, им было вигонно держать эту девочку, так как за границей США, у них есть там специальные страховки. Им было вигонно держать эту девочку, так как они страховой компании за эту дитину дали запрос, ребята, на 610, то ли 630 миллионов долларов. Вот так. В больнице на девочки всячески был прессинг. Говорили, что она притворяется, что у нее все хорошо, что у нее немало никаких болей, при этом, что дитина так же плохо ела, так же плакала от боли, пошла постоянно. Это было просто ужасно, это просто абсурд, ребята, вы поймите, что я родитель привозил свою дитину, чтобы мне помогли, чтобы ей сделать этой дитине легче. Натомисть у меня забирают дитину, делают меня психически неадекватно, а дитина получает психический стресс, эмоциональный стресс, родители, мама получает тоже эмоциональный и психический стресс, потому что это дитина и мама это взаимодействие, но ты в нашей стране, не то что в нашей, просто в свете, то есть ты не можешь доверить ни себе, ни свою дитину, никому, потому что тебя в чомись обвинят, в тебе дитину заберут и в общем это будет просто полный треш, понимаете? Мне просто это убило. Как так? Я враг собственной дитине. Я просто хочу, чтобы ее не болели, чтобы ей помогли. Тут же просто картина доведена до абсурда, ребята. Эта девочка уже лично в суде начала писать листы и попросила на последнем заседании, чтобы ей дали возможность обняться с мамой. В итоге суд отклонил это желание дитины и это стало переломным моментом в жизни мамы, этой девочки. Она просто не смогла этого выдержать и она наклала на себя руки. Вот так. Муж, сейчас уже после всех этих разбирательств проходят лечение у психиатра, у него расстройства психически начались. Ну, как бы лечится, да? Дети тоже самое, тоже психологи у каждого света. И сын тоже пострадал, понимаете? В общем, это страшная ситуация. И все. После этого, что померла мама девочки, адвокаты собрали все нужные документы, которые смогли подтвердить, что мама была психически здорова. У них были все подтверждения того, что дитина действительно больна, что мама ничего не выдумала. Девочку вернули в семью. Забрали из больницы, что в хуже состоянии, чем изначально девочку госпитализировали. То есть, дитина была максимально худая, максимально тощая и постоянно плакала. Так она свою маму не смогла вняти. Девочка пройшла реабилитацию. Лечение так и вона пройшла с помощью этого врача, который лечил этим, с помощью этого китанова. Там подключились новые адвокаты. Начали собирать сообщения про эту особую соцслужбу. Кто в она, как она, что в она. Вона, к слову, исключила не одну жизнь, ребята. У нее на практике там за плечем куча таких случаев, где родители ни в чем не виноваты. И она просто им продала адских мук на несколько месяцев. Тем, что якобы она что-то замечала, что родители издеваются, что родители там что-то не так делают с дитиной, что недокармливают, недопаяют. В общем. Хотя на самом деле это не было так. Ця особа так и не признала свою вину. Хотя вона вообще ничего общего до той дитини не мала. Вона не была ни лечущим врачом. Вона не мала ни какого права разглашать причемную тайну. То есть вона багаторизово порушивала закон и из-за этого ничего не сделали, ребята. К слову, суд с этим медицинским закладом переносился и отлаживался на срок 5 лет, ребята. 5 лет. И пока личное решение этой девочки не сработало, вона лично обратилась до судей. И только через это все-таки дело сдвинулось из мертвого места. 6 лет. Больница визнала свою вину. По больнице тоже кучу расследований сделали. Это их не первая махинация, что они детей насильно держат. И что про эту болезнь, которую сказала мама этой девочки, они якобы не знали. Хотя на самом деле они знали, и они уже детей лечили по этому принципу. И тоже их держали насильно. Короче, одним словом, будьте бдительны просто, и все. Суд выиграв в их сторону, в сторону этой девочки, да? И отец. Есть одна неопротивная вещь. Жизнь детской мамы. Жизнь этого самого мужчины, да? Ей не за какие деньги. Не вернешь. И вона перед смертью, перед тем, как она повисала в гаражі, перед тем, как она это сделать, она написала на компьютере своем предсмертные записки. Вона написала обращение. Дома не ценнейше, мою дитину, я без нее жить не могу. Ви мене непонятно, кем виставили. В общем, список претензій, и лично вона обвинила этого судьбу. А так. Только после смерти этой мамы вернули дитину в семью. Скажите, оно всего-то стоило? Это как насколько надо долго там разбираться, что это вообще надо делать. Это ничего надо делать, да? Просто медленно травмируем маму, травмируем дитину, побачим, кто первый сдастся, что игры на выживание, что я обращаюсь в больницу. Это то место, где должны людям помогать, а не их убивать, правильно? В общем, трешниковый треш. Я скажу, по мотивам цели истории, снятий художественный, документальный фильм. Поберегите маму, по-моему, называется, в 2023 году. Кому интересно, пошукаюте за гулей, в общем. Подивите. Так что, вот такая история. Буду рада выслухать ваши комментарии, почитаю с удовольствием, выпишите свое мнение по поводу цели ситуации, да? Я уже надеялась, девчонки мои. Всім вам огромное спасибо, кто не смотрит это видео до конца, кто, может, поедет с мной. Всех благодарю вас. Всім вам хорошего настроения. Гарного выходного. Всім вам пока-пока.